Лариса Басова получила специальность журналистика в Воронежском государственном университете. Позже стала бакалавром Пряшевского госуниверситета в Словакии по специальности «Богословие». Работала редактором газет «Южный Урал», «Комсомольская правда» в Оренбурге, «Московский комсомолец» в Оренбурге, была лауреатом престижной премии «Золотое перо Оренбуржье». После переезда в наш город-курорт Лариса Басова пришла работать на телерадиокомпанию «Анапа-регион». Она была требовательной к качеству материалов, умела легко найти информационный повод, и излюбленными темами ее сюжетов были люди, судьбы которых ей удавалось раскрыть с потрясающей полнотой. Она была из тех людей, которые стараются объять необъятное и никогда ничего не откладывают на завтра. И, видимо, она была права. Я могу без преувеличения сказать, что сегодня скорбит вся Анапа. Ее знали многие. За время работы на студии она создала много проектов. Она написала огромное количество интересных, запоминающихся репортажей. И в каждой она вкладывала душу. Кто бы мог подумать, что сюжет собственной жизни она оставит недописанным. При участии Ларисы Ивановны был выпущен цикл передач об анапчанах, героях Великой Отечественной войны, память сердца. Цикл авторских программ о культурной жизни города. Создан мини-фильм о ребятах из детских домов, приемных семьях и другие. Стиль моей работы в качестве редактора анапского телевидения стала требовательность к качеству материала. Одновременно она всегда оставляла простор для творчества всей съемочной группы. Очень сложно говорить о Ларисе Басовой в прошедшем времени. Еще сложнее подобрать нужные верные слова. Мне кажется, это был очень светлый, очень добрый человек. И я думаю, что память о ней надолго сохранится в наших сердцах и в сердцах телезрителей. У одного поэта есть такие строчки. «Все мы умрем, людей бессмертных нет, но это всем известно и не ново. Но мы живем, чтобы оставить след. Дом или тропинку, дерево или слово. Я думаю, те слова, которые Лариса говорила в эфире, будут очень долго помнить о молчании и все, кто ее знает». Лариса Ивановна Басова до самого последнего момента принимала участие в жизни и работе телеканала «Анапа. Регион». Светлая память о ней всегда будет жить в сердцах ее близких, друзей и коллег. Продолжение следует...